это на коммунальные платежи это на новый компьютер это на досуг ну а вот это на еду а что же с этими делать как же хочется задавать себе этот вопрос почаще свободные деньги явление приятное но к сожалению редкое некоторые даже могут впасть в панику и потратить их ну на очень нужные вещи но лучше взять паузу есть несколько проверенных способов как сохранить и приумножить свои деньги лишние средства конечно же в первую очередь нужно направить на создание финансовой подушки безопасности если надежный финансовый тыл вы уже сформировали тогда можно подумать о том как заработать на лишней сумме денег и конечно же ее сохранить да да вопрос это тоже актуальные ведь дома под матрасом деньги съедает инфляция частью человечество придумало много способов как защитить себя от ее последствий первый пожалуй один из самых надежных это банковские вклады об их преимуществах мы уже рассказывали но давайте быстренько их вспомним банковский вклад можно открыть практически на любой период времени процент по срочному вкладу будет выше чем у вклада до востребования и банковские вклады до 1 миллиона 400 тысяч рублей в россии застрахованы а это значит что государство вернет ваши деньги если у финансовой организации начнутся проблемы банковские вклады инструмент достаточно консервативно ориентирован он в первую очередь на то чтобы защитить и сохранить ваши деньги а вот чтобы начать на них зарабатывать нужно инвестировать и сегодня о мире фондовой бирже мы и поговорим ярославцы имеют более 31 тысячи инвестиционных индивидуальных инвестиционных счетов входят в лидеры по участникам по фондовому рынку по по данным мосбиржи поэтому да действительно ярославцы и активно используют фондовый рынок инвестиций как альтернативу банковскому вкладу для размещения своих денежных средств однако мир инвестиций связан с рисками и на бирже можно как заработать так и погореть поэтому каждый начинающий инвестор в первую очередь должен обозначить для себя сумму с которой он сможет легко расстаться в случае неудачи и конечно же не стоит вкладывать в ценные бумаги и прочие инструменты фондового рынка последние средства действительно фондовые инструменты инвестиции предлагает больший доход но они несут и больше риск если гражданин не понимает смысла операции не оценивает свои финансовые риски не оценивает возможность потери способа определения доходности то его к сожалению может дать разочарование а в ряде случаев личной финансовой трагедии поэтому задача как раз состоит том чтобы защитить права не квалифицированных инвесторов то есть людей которые не разбираются и может быть и не должны разбираться в тонкостях финансового фондового рынка если ты не знаешь как починить кран вызови сантехника на фондовом рынке сантехники это доверительные управляющие то есть профессиональные инвесторы заключая договор с таким человеком вы избавите себя от нужды постоянно мониторить новости сотен компаний отслеживать динамику роста акций на бирже и прочие куда более сложные детали но за такие услуги вы будете платить определенный процент управляющему и точно также рискуете потерять все средства причем обвинить управляющего в растрате вряд ли получится в договоре точно также будут прописаны риски потери денег но не пугайтесь управляющий заинтересован в вашем успехе ведь чем больше зарабатываете вы тем больше получает и он если же вы решитесь самостоятельно управлять своими активами на бирже будьте готовы пройти тестирование на знание основ финансового рынка с апреля 22 года будет введены ограничения на продажу сложных финансовых продуктов неквалифицированным инвестором без тестирования и сейчас уже рассматриваются опросы переноси этого срока на третий квартал 21 года то есть брокеры смогут продавать гражданам неквалифицированным инвесторам финансовые продукты только после того как они пройдут тестирование и оценят возможные риски связанные с теми или иными финансовыми вложениями кроме того центробанк готовит пакет документов которые могут запретить продавать обладателям индивидуальных инвестиционных счетов сложные финансовые продукты к слову по мнению экспертов к таким относится и договор инвестиционного страхования жизни который в последнее время набрал популярность если мы говорим про инвестиционное страхование жизни а то он этот продукт предполагает очень много условий и и важно эти условия клиенту анализировать если ранее ну еще наверное два года назад клиенты подписывали договор не глядя поверив финансовым организациям в их высокую ставку но на самом деле через некоторое время они убеждались в обратном что очень много существует условий которые по сути клиенту могут помешать вернуть денежные средства к основным можно отнести срок инвестиционного договора по страхованию жизни минимальный три года захотите забрать деньги раньше получите сумму гораздо меньше вложены но даже при соблюдении всех условий вы рискуете остаться без дохода дело в том что ваш взнос делится на две суммы гарантированную и рисковую гарантированную компания вкладывает в консервативные инвестиционные инструменты те же самые банковские депозиты причем с таким расчетом чтобы к концу договора вы получили сумму равную вложенной при неблагоприятном исходе вы получите именно те деньги которые вложили но помните что их уже к тому времени серьезно съест инфляция при благоприятном исходе рисковая часть которая в основном будет работать на фондовой бирже принесет вам определенный доход тогда вы заработаете гораздо больше уважающие крупные себя компании на самом деле об этом сразу говорят и клиенту полностью дают расчет на сегодняшний день крупные игроки делают именно так поскольку клиент хотя бы если даже он один раз оформил такую услугу ему понравилось он обязательно вернется если он оформит такую услугу без понимания и понесет определенные потери причем потери существенная тон конечно никогда не вернется но кроме честных игроков на рынке хватает и недобросовестных компаний некоторые из них могут подсунуть договор инвестиционного страхования вместо депозита сожалению такие ситуации имели место когда но людям не объясняют все все условия все правила по которым действует то или иное предложение иногда это делается сознательно есть даже такое понятие такой английский термин не цель когда под видом одного финансового продукта продается другой и таких обращений в ярославской области в 2020 году по данным ярославского отделения банка россии зафиксировано 56 причем замена депозита на договор инвестиционного страхования жизни это не самый страшный вариант у меня случай когда человек обратился по такой ситуации он вложил деньги в банк открыл накопительный счет но через некоторое время ему предложили перевести эти деньги с депозитного счета на вексель сказав что ну практически это тоже самое что он тоже застрахован но процент дохода по вот этому виду будет выше человек перевел эти деньги на вексель но потом случилось так что у этого банка отозвали лицензию и когда человек потребовал вернуть ему деньги оказалось что это не так то просто вексель не застрахован государством в отличие от банковского вклада и после отзыва лицензии у финансовой организации человек попал в общую очередь кредиторов и при этом раскладе шанс вернуть свои деньги очень невелик кроме того доход с векселя облагается налогом естественно об этих нюансах клиенту никто не сообщил всегда надо стараться восстановить свои права если они нарушены есть разные механизмы государственные механизмы есть прокуратура которая защищает права граждан есть суд как главный инструмент защиты прав граждан но если специализированные ведь механизмы которые данном случае это будет банк россии и его отделение в частности по ярославской области в прошлом году отделение банка россии в ярославской области приняла две с половиной тысячи жалоб на финансовые организации сейчас цб наблюдает в россии рост нелегальных посредников так называемых форекс дилеров их количество среди недобросовестных компаний составляет примерно четверть отмечу на территории нашей страны лишь четыре форекс дилер имеют лицензию центробанка все остальные занимаются такой деятельностью нелегально поэтому главное правило в любых инвестициях выбирайте поставщика финансовых услуг для этого важно собрать как можно больше информации о вашем партнере как минимум нужно проверить его лицензию на сайте центробанка кроме того почитать отзывы и проследить историю работы компании на рынке при любых подозрениях на незаконную или сомнительную деятельность контрагента не связывайтесь с ним помните выбор ваше право благо предложений на рынке хватает